Всем привет! Сегодня вечер 21 сентября. 5 часов. Запишу короткое видео. Поздравляю всех с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю вам всем мира, добра, любви. Я с утра, честно говоря, совершенно не знал какой праздник. Спасибо, вы напомнили, поздравили. И каждый раз, когда я даже утром озвучиваю дату, я даже не соображаю, что это 21 сентября или 19-я. Просто какая-то дата. Я смотрю на календарик, на приложение, а там циферка 21, ну 21-я, значит. Низачем я не слежу. Так что спасибо вам, что хотя бы вы мне напоминаете. Значит, уже я тут не совсем одичал. Не выдержал я сегодня пострих траву. Я не собирался ее стричь. Я собирался просто спрятать мотокосу. Уже, думаю, сезон закончился, вернее. Ну да, бензокоса или мотокоса, как она правильно называется. Сезон закончился, а там немножко оставалось бензин, а он уже с маслом разведен. Специально масло 2Т. Его, оказывается, нельзя больше месяца хранить в разбавленном виде. Оно уже месяц лежит. Думаю, это до весны разложится этот бензин. Может, ничего с ним не станет. Думаю, попробую. Поправлю хотя бы кончик. И оно как-то хватило, и все вот пострилось. Так что даже красота появилась. Завтра пособираю тут то, что ошметки, как раз кончики постриху. Уже как-то мне стало приятно. Это вот сюда я воткнул в землю, в мокрую, пока шли дожди. Вот тот кустик, что отломало герой. Я подрезал то место, где было отломано до зеленого, в мокрую землю. Ну и вроде так он подвял, но стоит. Проживется, проживется. Нет, ну что делать. Гера его управила. Так что везде не беготнеть. Записываю видео без Чичи. Чичи везде не хотела заходить домой. Как вышла она с утра на улицу. Я ее загонял-загонял. Нет, смертным воем воет. Говорит, нет, буду гулять. Так я и завтрак, и обед сюда. А сейчас уже устала, и знеможденная зашла. Поэтому помыл ее. Она сейчас мокрая лежит, отдыхает. Пускай отдохнет. Вечерком уже запишем видео с поеданием яблок. Так что ко мне сегодня заезжал Максим. Я получил на почте ледоступы короткий обзор. Выложу чуть дальше в этом видео. Ему там подарил ледоступы одни. Тане передал одни. В общем, обзавелся полезным гаджетом. Вот здесь тоже почистил засохшее растение. Я не знаю, как оно называется. Оно вот росло-росло. Вот так. Потом начало как-то портиться. Посредине из него все равно пробивались кусочки. Я его не трогал. А потом оно начало в сторону разрастаться. А посредине все засохло. Я все вычистил, все не убрал. Уже с под него ничего не растет. Так что вот такое. Раньше вот здесь планировалось, предполагалось, что вот эти можжевельники будут большие. А внизу будут такие вот низкостилищиеся. Правильно называй их? Неправильно поправляйте, если что. Ну, в общем, как-то они вот не разрослись. Вот эти были совсем малюсенькие. Вот такие стали лохматые, пушистые. Как были. Ну, чуть-чуть выросли. Да и все. А все вокруг было заслано вот такими почерпокровниками. Вот они все было рассажено. Вот они такие маленькие. Они у меня были в этом углу. Посажены изначально. И тут все затянули, затянули. Я начал их рассаживать, рассаживать. А потом как-то они пару лет назад начали как-то, не знаю, то ли полива было мало, или наоборот много. Я не знаю. Как-то они начали портиться и вымирать. И вот пооставался такой очаг. И все они вымирли. А там в том углу начинались они расти. Они там пересели за зоной травой. Потом появился бурьян. И в этом году, недавно, пару месяцев назад, их ураганом все выжих. Поэтому надо будет что-то посадить. Здесь может разрастется это растение. А вот здесь как-то они взяли. Случайно ни с того ни с сего никто их тут не сажал. Они появились. Как-то странно. В общем, происходят сами по себе события. Вот это же я все жду, чтобы как-то все это облагородить. Чтобы земля не была черная. Ну, как-то разрастется. Так вот, я к вам даже по делу вышел еще. Думаю, запишу видео. Сегодня был у меня Максим. Таню надо спросить. Вот я не смог и дописаться. Она занята, видно, очень. У меня здесь обнаружилось, вот я стрих траву. Вот такой кустик ежевики. Вот здесь где-то. Вот он такой прижился. Ну, собственно, вот они попрыживались. Очень много. Если кто-то славянский, кто-то мне писал, кому нужна ежевика, приезжайте. Я всем накопаю, хоть всю ее выкопаю. Потому что она уже на метр от забора уже наросла. И мне не надо, чтобы она тут доросла до конца газона. Надо ее подстричь туда, к заборчику ближе, чтобы она зелененькая стенка наросла. Вот даже ягодки еще есть. О, я, маленькие. Они уже не вкусные. Ну, так что, ну, такое. Если кому надо, пишите. Там почта есть в описании канала. Всем наделю, потому что ее тут очень много. Выкапываю ее. Вот он прямо, такой прямо в землю прикоренился. Можно прямо отсюда выкопать его. Разровняю. Я как раз осенью всегда что-то себе промышляю. Пойду вот завтрак Максима на даче. Посмотрю, может выкопаю, какое растение сюда посадить. Он мне цветочки в прошлом году давал. В общем, вдруг вы там будете ехать тоже. У вас какой-то цветочек растет ненужный. Можете копнуть и посажу вот сюда. Поэтому попозже будет видео с щичей. Ну, а пока я всех еще раз с праздником. Спасибо, что вы мне напоминаете. И много полезных советов, кстати, даете. Ага, вот хотелось что еще сказать. Вот еще ягодку отнарушил. Ира, на. Так интересно. У меня закончила жидкость для комаров. Я там снял видео. Чем заменить фумигатор? Лампочкой заменить. Они написали, что можно заменить жидкость настойкой отваром от гвоздики или камфорным маслом. Ну, камфорным, вернее не маслом, маслом-спиртом. Камфорным спиртом. Вот гвоздика нашлась. Я действительно кипоточком залил. Немножко там оно настоялось. Залил в этом бутылке пузыречек. И действительно комаров нет. Не знаю, умирает ли они, не умирает. Но их нет. Так что практически халява. Спасибо за совет. И вот еще такой момент про спагетти снимал видео. Я за свою жизнь переводил, наверное, 100 тонн спагетти и всяких вермышелей. Так же, как и каша. И как-то пришел, что спагетти чуть-чуть недоваренные, очень вкусные. Но, оказывается, почитал. Действительно, это такая стадия должна быть. Их так правильно варить. И даже название есть в этой степени недоваренности. Аль-Денте. Спасибо, мне написали. Я слышал это слово, понятия не имел. Что он обозначает. Так что я теперь просвещенный спагетти варщик. И знаешь, что такое Аль-Денте. Так что дня два назад, сегодня только закончилось, варил очередную кашу. На этот раз была каша кукурузная. Как-то, не знаю, никогда не готовил. Хотя ел один раз я кукурузную кашу. Когда открывалась у нас, если помните, кафе и ресторан был Голыба. Давно-давно еще. Только открыли его. И мы с товарищем, говорю, пошли пообедаем. Какой-нибудь экзотических украинских страв. И мы, помню, ели бограч, кремзлыки и банош. Банош, это кукурузная каша со шкварками. И это-то я вчера, почему я вспомнил за этот заколыбу, загорела в 2014 году. Так ее не восстановили. Там площадка хорошая, люди сейчас там гуляют. За ней там даже следят, газоны стригут. Так вот, почему вспомнил Чича вчера, когда ела свои очередные сардельки. Опять же, остались мне шкорочки. Ну, шкорочки там они с кусочками еще стабильки на краях. Ну, я думаю, ну в чем таким бы, как бы так эту кашу съесть? Масло просто плюхало растительное в нее, оно невкусно. Сливочного, понятно, нет. Я их так слегка обжарил, эти шкорочки. И получились шкварки. Думал, ну, какой у меня баныш получился прекрасный. Так что, вспомнил я колыбу вчера. И приготовил себе такой импровизированный баныш. Ну, снимать уже этот трэш я не стал. Баныш из шкорок, чищенных сарделяк. Поэтому, вот такие микроновости. В общем, всем хорошего настроения. Попозже очищу, сниму. Пошел в дом, а то она там с мертвым воем воет. Теперь требует, чтобы я зашел ее согревал и гладил. Потому что она устала, покупалась и хочет погладиться и отдохнуть. После длительной дневной прогулки. Весь день носилась по двору. Нравится и погодка такая, прохладненько, солнышко сейчас. Тихо весь день. Люди что-то делают, жужжат пилы, косы. Машины ездят. На почте людей полно, в магазинах полно. Прямо вроде как обычная жизнь. Да, опять же, забыл. Ой, сколько новостей. Пока записываешь. Когда планируешь записывать, думаешь, вот столько, то скажу, то скажу. Начинаешь что-то рассказать. Полыну забудешь. Ходил же сегодня, купил каши. Да вставлю сейчас ролик. Походил к собакам. Подошел к мишке. Каши не притронулся. Встретил Рябова. Еще кого-то. Все сытые, довольные. Подошли, поприветствовали. И пошли дальше. Думаю, ну смотри, как вы тут все. К осени, казалось бы, наоборот. Жирок зимой все копят. Все довольные. Все гуляют. Вот пробежала свора за очередной какой-то гуляющей девочкой. Побежала куча каких-то барбосов, мало им неизвестных. В общем, жизнь даже в собачьем мире тоже продолжается. Ну и думаю, хорошо. Что в нашем районе все довольны. Там тоже. Ера отдыхает. Ерда жрет опять она. Лично, как только я выйду, начинают жрать они усиленно. Вот казалось бы. Даже я когда выходил, всегда. Они подбегают кежевики, начинают ее есть. Вот почему нельзя было поесть ее в другую время. Ну, кушайте, собачка. Приятного аппетита. Вот такая серая. Самая она голодная. Таше мешок с кашей. Серая пришла. То есть не захотел есть. Все остальные собаки тоже были сытые. Но выложил я, не буду ведро оставлять. Нужно мне ведро с собой забрать. Здесь чистый асфальт. Дожди тут все хорошо моют. Будем тащить дальше. Всем привет. Обзор посылки только что забрал с почты. Приобрел себе вот такие дорогостоящие гаджеты. Причем раритет полнейший. Производство СССР. Даже тут есть такая бумажечка, инструкция. В общем, очень раритетная вещь. Для доступа. Дело в том, что я к собакам хожу зимой. И уже за несколько последних зим я выбегнул себе в ногах все суставы, какие только можно. Ноги у меня разъезжались уже куда только они разъезжались. И падал я на копчик. И колени у меня в стороны разъезжались. И лодыжки разъезжались. Думаю, надо что-то делать. И вот нашел себе наулыкс. Вот такие ледоступы одеваются на сапоги. Там разные есть, оказывается. Прямо совсем новые. С этикеткой. Классные. Так вот, пар вот это. Я сейчас покажу вам, приложу страницу лота. Если кто не верит. Вот это одна пара стоит 10 гривен. Причем качество советское. Я думаю, металл здесь не то, что сейчас китайский. Вот это вот все вместе. С бесплатной доставкой получилось 50 гривен. Там 10 гривен банк берет себе комиссию. Ну, видимо, это и есть как доставка. Так что вот такую себе дорогостоящую себе штуку приобрел. Может какую-то пару. Вон Танюхе подарил. Такие новые красивые. Если она заинтересуется, как-то передам. Все равно сходят там по поселку. Положусь этикеточкой. Вот такой вот раритетной советской. Нашу сейчас все а-ля СССР. Такие себе штуковины. Очень ценные. Да, но тут случайно. Потому что все равно может какая-то штука оторваться. Где-то потеряться. Может кому-то сделаю подарки. Так что вот такое мне супер дорогое приобретение. Я позволил себе за последний месяц сделать. До встречи. Продолжение следует...